14 команд в эстафете Неприятный сюрприз в виде сильного порывистого ветра в заключительный день первенства. От морозной погоды не осталось и следа. Поземка и резкие движения воздушных масс доставили участникам эстафеты немалых лопот. Привыкли стрелять спокойно, поэтому для нас ветер это вообще очень, скажем так, тяжелая стихия. Справиться с этой стихией удалось далеко не всем. Стрельба на огневых рубежах превратилась в лотерею. Счастливый билет при этом вытянули свердловчане. После двух этапов они лидировали с большим отрывом. Но на последнем огневом рубеже их лидер Эдуард Душмаков настрелял на четыре штрафных круга и едва не отдал победу сборной Ульяновской области. С Лешкой справился, да, со стойкой. Думал, все, уже, как говорится, приплыл, потому что за Саратов бежал опытный Михаил Батурин, который эти шибы, вроде как, не прощает, но погода сделала свои коррективы, внесла. Соперники тоже были не идеальны. Второе место с отставанием полминуты завевали ульяновцы, третьи – саратовцы. В десяти секундах позади хозяев трассы. Шестое первенство России среди ветеранов ушло в историю. Немножко спокойнее почему-то стало. То ли они у нас, ветераны, уже привыкли к этим, как профессиональные спортсмены. Первые годы они возмущались, что-то спорили, правила многие не знали. В этом году на удивление просто очень спокойно прошло. В двух других возрастных группах победу в эстафете праздновали спортсмены Санкт-Петербурга и Москвы. Следующий крупный турнир среди ветеранов пройдет в Ульяновске в августе. Центр «Заря ОГУ» примет летний чемпионат страны среди ветеранов. Михаил Сашанский, новость ульяновской правды. КОНЕЦ